Современно и камеры меня. У нас сегодня вторая лекция по современным проблемам иудаизма. И мы идем по лекциям Раву Решерки, который читал их в Маханаем несколько лет назад. Потом мы эти лекции обрабатывали и сейчас мы планируем выпускать книги в ближайшее время. Первые два тома уже вышли. И те темы, которые мы обсуждаем с вами, это то, что входит в третий том, то есть еще не вышедшие части, а как раз обсуждаемые, редактируемые, которые мы сейчас готовим к изданию. И одна из тем, которым мы займемся сегодня, это место Кабалы в учении Рава Кука. То есть подход Рава Кука к Кабале и Кабала как основа учения Рава Кука. Начать надо, наверное, с того, что однажды один из бровинов, обсуждая с Равом Куком те новые вещи, которые он говорил, сказал, что откуда вообще он это все берет, на ком основании он это все говорит. И Рав Кук сказал, что все то, что он говорит, что это основано на Ризале. То есть все это основано на Кабале. Хотя это, может, не видно, знаю уже, но тем не менее, вся сущность учения Рава Кука основана на подходе Кабалы. И здесь мы должны будем обсудить сначала, что же такое вообще Кабала, какую ее внутренняя сущность и как она устроена. И дальше мы обсудим несколько вещей про Кабалу саму по себе, а после этого перейдем к тому, как Кабалу представляет Рав Кук. То есть прежде всего, нужно сказать, что все мы знаем слова «письменная тара» и «устная тара». То есть как бы что есть в иудаизме два учения. Есть письменная тара «татанах», в которой есть общие принципы, данные человечеству, и заповеди, общий подход к заповедям, и общий подход к майальным принципам и идеалам. Однако в таре нет детализирования заповедей. А детализирование заповедей, оно есть в мишне. И мишна, которая основа «устной тары», и дальше талмуд «устная тара», это детализирование заповедей и их практическая реализация. Вообще вся практическая реализация заповедей – это устная тара, а не письменная тара. В письменной таре заповеди только называются, и как бы общее представление о заповедях, но нет детализации заповедей. И это как бы две основные части, которые вместе называются открытая часть учения. А есть еще Кабала, которая скрытая часть учения. Слово «скрытая» не потому, что ее скрывают от кого-то, что как бы кто-нибудь не узнал, а потому, что ее не все могут воспринять. То есть скрытое учение открывается всякому, кто способен на его воспринятие, кто достаточно продвинут и интеллектуально, и эмоционально, и морально. Без этого скрытую часть тары человек получить не может. Но она есть и параллельно открытой части, и таким образом получается, что есть три части иудаизма. Есть устная тара, есть письменная тара, и есть тайное учение, как бы скрытое учение. Все слова «тайные» наверное не очень хорошее слово, потому что «тайные» – это то, что скрывают от других. А скрытое – это то, что просто человек может понять только тогда, когда он до этого дои оставит. А в общем-то никто ее не скрывает. И проблема главная со скрытой частью в том, что ее просто невозможно объяснить человеку, который не подготовлен к ней. И эти три части тары соответствуют трем измерениям времени еврейского народа. Прошлому, настоящему и будущему. По сути дела, танах, то есть письменная тара, соответствует прошлому. В том смысле, что она уже записана, она уже дана. Ничего убавить, не добавить или уменьшить невозможно. И она существует в виде текста. Устная тара относится к настоящему, поскольку устная тара постоянно находится в процессе становления, изменения. Устная тара постоянно соотносится с новыми проблемами и решает эти новые проблемы. Но она осматривает их только по мере возникновения этих проблем. И поэтому устная тара, с ней связана голоха. Потому что голоха, то есть применение заповедей тары, практическая реализация, всегда связана с тем, какие условия и технические, условия социальные, условия психологические, интеллектуальные. Без этого невозможно дать правильные законодательные указания. И поэтому устная тара – это всегда настоящее еврейского народа. А вот каббала или мистическое учение, правильно будет назвать, наверное, конечно, слово «мистическое» гораздо более правильное, чем слово «тайное». Мистическое учение в иудаизме, оно относится к будущему. К будущему в том смысле, что и изучение его, как мы дальше увидим, оно всегда связано с некоторым аспектом будущего. И применение, то есть и учить ее можно ориентироваться на будущее, и применять ее можно только ориентироваться на будущее, и сущность этого мистического учения, она связана именно с будущим, то есть с мессианским временем. И в этом плане интерес к каббале, этот интерес параллелен взгляду в будущее мессианского процесса. То есть сама как бы раскрытие мистического учения каббалистического, оно соответствует мессианскому процессу, поэтому не случайно, что сегодня оно пользуется огромным интересом во всем мире. И можно даже отметить такую вещь, что человечество весьма интересуется прошлым еврейского народа и весьма интересуется будущим, но совершенно не интересуется, обычно не интересуется настоящим еврейского народа. То есть человечество с интересом читает Танах, человечество с интересом изучает каббалу, а настоящая обычно, то есть галаха, какая-то практическая жизнь, человечеству неинтересна. И может быть, это неинтересность для человечества еврейского настоящего была всегда связана с тем, что прошлое совершенно величественное и божественное, и будущее тоже величественное и божественное, а в настоящем еврейский народ как-то сильно неидеален. И вот эта сильная неидеальность, видимо, мешает пониманию еврейских вещей состояния человечества. Только, может быть, сейчас, как раз вот сейчас нынешнее бытие израильского народа, или еврейского народа в Израиле, скажем так, это чрезвычайно интересно всему человечеству, и, может быть, это показатель мессианских времен тоже. То есть никогда в прошлом человечеству совершенно не было интересно текущая реальная еврейская жизнь. Но, продолжая про тайны, про кабалу, про еврейское мистическое учение, мы можем сказать так, что в прошлом это мистическое учение имеет корни в пророчестве. То есть все части иудаизма, и писанная тара, и устная тара, и мистика еврейская, они все коренятся в пророчестве, но коренятся по-разному. Письменная тара – это непосредственно запись пророчества. Устная тара – это то пророчество, которое было дано Моисею, и дальше передавалось по традиции в качестве законодательной традиции, и дальше было записано постепенно, или еврейский народ умеет пользоваться этим устной тарой. И таким образом получается, что для письменной тары главный текст в тонах, а главный текст в устной тары – это Мишна. Но для кабалы, для мистического учения, для нее главным текстом является Зоор. То есть как бы три части, три текста – Танас, Мишна и Зоор – это три основных направления еврейской культуры. Но при этом в кабале из пророчества, если, скажем, письменная тара – это пророчество записанное, а устная тара – это традиция законодательно переданная от пророчества, то кабала – это скорее память о пророческом чувстве. То есть в древности, когда были пророки, то это было не просто передача еврейскому народу откровений или учения о том, как жить. Пророки передавали не только, ну, там от Моисея идет закон, а остальные пророки – есть текст от них, или есть учения, которые они передавали. Но к нему этого текста и учения есть еще некое пророческое ощущение, как бы чувство высших миров, чувство соединения с высшими мирами. И вот это чувство соединения и вот это видение высших миров, которое было у пророка, вот этот аспект учения пророков перешел в кабалу. То есть как бы из пророческого наследия выделились три части. Законодательная часть, которая перешла в устную тару, учительская часть, скажем, морально-этическая и поведение народа, которая зафиксирована, и моральные ценности, и вообще идеалы, которые зафиксированы в Танахе, и чувство связи с высшим миром, ощущение, видение высшего мира, которое перешло в кабалу. И в этом плане очень часто можно, мы можем часто услышать такое неправильное высказывание, что пророки древности были кабалистами, или что Авраам был кабалистом, Моисеев был кабалистом. И это высказывание неправильно не потому, что Авраам и Моисей не владели всеми вещами, которые есть в кабале, а потому что Авраам или Моисей были несравненно большим, чем просто кабала. А кабала – это как бы та часть учения Авраама и Моисея, которая осталась как бы их ощущение, вот эта связь с высшим миром. Вот этот аспект ушел в кабалу, а многие другие аспекты учения Авраама и Моисея, они ушли в Танах или ушли в устную тару, и поэтому сказать, что Авраам или Моисей были кабалистами – это необычайно сузить их роль или их значение и влияние. Да, то продолжая об этом, что тем не менее это вот это чувство связи с высшим миром, оно совершенно специфически перешло в ивле ивле ивлеевской традиции. Дело и специфичность этой передачи состоит, это вот чувство связи с высшими реальными, состоит в том, что она, в общем, не является обязательной для каждого. Если Танах является обязательным для всех, и устная тара обязательна для всех, то вот в этой части есть открытое учение. А Тора Тасодера, как бы скрытое учение, мистическое учение, оно является необязательным. И именно поэтому передача этого учения не была построена так, как передавалась Танах или устная тара. Где были систематические школы, где были учителя, ученики, и ученикам передавалась некоторая, скажем, информация или умение, или владение текстами. А в отличие от этого кабала, то есть мистическая часть, не может быть передана таким образом. И это связано с характером этой мистической части, и мы попробуем сейчас смотреть этот характер. Значит, прежде всего, надо сказать, что, то, что у вас на экране есть сейчас текст, что слово Сод, то есть Тора Тасод, то, что переводится обычно «тайное учение» или «скрытое учение», но это на самом деле не совсем правильный перевод. Слово Сод в Танахе означает «не мистар», которое самое закрытое и есть открытое, «не стар» и «негле», а слово Сод означает «соединение». И вот стих из Борисши в книге Бытия, 49 глава, 6 стих – это благословение Якова своим сыновьям. И там, где он говорит по Шимону и Левии о том, что они нехорошо поступили, он говорит «в их собрание пусть не войдет душа моя». Это «бесодан», то есть вот слово «соду» по-триблено в смысле «собрание», единство чего-то. Теперь, и вот это особенность слова «сод» как единство дает совершенно другой перевод понятию «тората-сод». Не в смысле мистики или не в смысле тайного, а в смысле «тора» – учение объединяющее. То есть это то, что объединяет всевозможные части мирождания. И вот это объединение мирождания – это важная часть мистики. Вообще, часто очень про мистику очень сложно обычно людям рассуждать, и эта мистика полагается как некая эмоция, что ли, некое ощущение, видение. Но в мистике есть и интеллектуальная сторона. И эта интеллектуальная сторона мистики отличается тем, что мистика дает единство понимания мироздания. То есть, скажем, обычно во всех эмоциональном познании мира к разным вещам мы употребляем совершенно разные принципы и законы. Ну, например, скажем, законы физики и законы психологии будут совершенно различными. И невозможно формулы физики перенести на психологию или наоборот. И даже в иудаизме, скажем, есть устная тара и письменная тара. Есть определенные способы работы с устной тарой, а другие способы совершенно работы с письменной тарой. И иногда это может показаться какими-то разрозненными слишком вещами. А мистика всегда объединительна. Она объединяет разные вещи, давая аппарат, как бы давая инструмент, давая понятийный аппарат, слова и термины для того, чтобы описать самые разные вещи. И когда мы говорим про то, что такое кабала, очень часто такой вопрос как бы задается с точки зрения технической, то кабала всегда – это еврейский вид мистики, оперирующий определенным понятийным аппаратом. Аппаратом десяти сферот, порцифим и многие другие понятия, без которых, которые, собственно, являются теми важнейшими инструментами, с помощью которых мы понимаем кабалу. Но вот эти инструменты, скажем, сферот, они именно относятся ко всем частям мироздания. И к истории человечества, и к истории еврейского народа, как отдельно, и к нашей душе, и к устройству любой целой части мира. И вот эта вот возможность применить один и тот же понятийный аппарат к разным вещам дает возможность увидеть вот это единство. И в этом смысле мистика, она всегда объединяющая, в отличие от рационального познания, которое разделяюще всегда. Но не только это технически мистика объединяет, а сам подход мистики стремится именно вобрать мироздание как цельное, и вобрать иудаизм, в частности еврейской мистики, вобрать еврейское учение как цельное. И в этом смысле это и есть корень еврейского учения всего, как некой целостной картины. Когда мы переходим к тому, как учили, как преподавали мистику, У кого-то из вас включен микрофон, выключите, пожалуйста. Так вот, мы говорили о том, что передача открытого учения была построена нормальной в школьной системе. Есть преподаватели, есть ученики. А вот про мистику подход другой. Даже в Мишне, кстати, сказано, что приводит Диулу в мир, то есть правильно делает тот, кто, не тот, кто передает высказывание кого-то, а тот, кто передает сущность этого высказывания. В этом смысле даже при обычном преподавании главным является, при преподавании смысла открытой традиции устной тары, скажем, главным является не повторение формальных слов, а восприятие сущности и передача этой сущности могут быть при этом другими словами. Поэтому даже при учении открытой традиции нет необходимости передавать формально слова. Но, тем не менее, вся открытая традиция построена на передаче. Вот мне сказали нечто, а я это, как бы, в другие слова воспринял, в другие слова обратил и передал дальше. Вот это преподавание открытой части. Преподавание скрытой части идет совершенно другим путем. А именно, в трактатах Ходига описано, как передается вот этот таратасон, который здесь переводено в «тайное учение», но мы говорили, что слово «тайное» здесь не подходит, надо, может быть, правильно написать «мистическое», «объединяющее». Как его передают, что его нельзя преподавать публично. Его нельзя просто лекции по нему читать. Опять, это было в эпоху Мишны. Я не хочу сказать, что это сегодня так. Это отдельный вопрос, как это сегодня. Но, тем не менее, Мишна именно такую ремулировку дает. А как же можно его преподавать? Можно преподавать маленькой группе. То есть, скажем, там вот есть две части, Маосе Боришит и Маосе Меркова. То есть, делотворение и дела колесницы. Вот делотворение можно передавать небольшой группе. А дела колесницы вообще невозможно преподавать даже одному ученику. Что значит «невозможно преподавать даже одному ученику?» А как же вообще тогда передается, если невозможно преподавать? И что же тогда, как же идет традиция этого мистического учения? И суть этого в том, что ученик для восприятия вот этого мистического учения Должен сам все понимать. То есть это абсолютно не предполагается в открытой части Тары. Никто не думает, что человек знает текст Танаха, наоборот, его учат текст Танаха. И никто не предполагает, что человек знает Мишну или понимает Галаху сам по себе и поэтому только пользуется учебой для систематизации. А вот с кабалой, с мистическим учением, да, предполагается, в отличие от открытой Тары, что ученик понимает все сам. То есть задача учителя при преподавании открытой традиции, вот этого мистического учения, только в том, чтобы систематизировать для ученика эти понятия. И поэтому есть об этом такое высказывание, что преподают, называя название глав. То есть говорят о чем, а ученик уже сам должен понимать, что, собственно, ему хотят сказать. Конечно, вопрос всегда о том, где название глав, а где содержание глав, да, что можно сказать, какие произнести, а что нет. Но вот этот общий принцип, что главное содержание человек должен понимать сам, а ему только помогают это систематизировать и уложить в систему, в порядок, это важнейшая особенность именно мистического учения. И, значит, таким образом мы две вещи важнейшие сказали о мистическом учении. Первая вещь, которая стоит в том, что ученик должен сам это все понимать, не может он быть, не может воспринимать тот, кто это не понимает сам. И вторая важнейшая вещь, что это, в общем, не обязательно для каждого человека. А это, естественно, она дает единство. Окей, теперь пойдем дальше. Есть очень интересное высказывание, которое Расерки приводит, о том высказывание Исхак Ташнаерсона, это один из родственников Любовичского Рэбби, он сказал как-то такую формулировку, что тот, кто не учит Талмуд, тот не может считаться правильным евреем. То есть правильный еврей должен обязательно учить Талмуд. Но тот, кто не учит Кабалу, не может считаться нормальным человеком. То есть его подход, может быть, такой подход несколько завышенный нам представляется, какой-то такой слишком завышенный. Мы бы обычно сказали, почему же человеку нужна обязательно мистика, а что тот, кто не склонен к мистике, он не является нормальным человеком. Но, может быть, иметь, надо бы сказать, что он является полноценным человеком. То есть не каждый еврей учит Талмуд, он может знать только Галаху и быть вполне правильным евреем, но он не является продвинутым в смысле обучения, в смысле восприятия концепции. Вот восприятие концепции мистики, оно необходимо для каждого человека, чтобы он вообще считался нормальным, достойным человеком. И это очень высокая вообще планка. То есть, но с другой стороны, мы отсюда видим, что мистика – это вещь универсальная. Что мистика нужна не только для евреев или еврейской мистики, она нужна для всего человечества. И в этом смысле, именно в общечеловеческом характере еврейской мистики, она соединяется с письменной Тарой, а не устой как раз. Вот письменная Тара тоже совершенно универсальна, поэтому не случайно, что все народы мира перевели и письменную Тару, и в виде Библии ее изучают. И Каббала тоже так же универсальна, как и Танах, как и Тара. А вот устная Тара, она гораздо менее универсальна. Она как раз в основном именно для евреев. И разница здесь в том, что устная Тара учит применению галахи. И вообще концентрируется на галахе, на законодательной части. А галаха для евреев и галаха для человечества – это совершенно разные вещи. У евреев есть 611 заповедей, а у народов мира есть только 7 обязательных заповедей. И в этом смысле обсуждение деталей еврейских 613 заповедей, в общем, не так уж интересно народам мира. Но в отличие от этого, письменная Тара, то есть Танах, говорит не о детальных заповедей, а о моральных принципах, об идеалах, о ценностях. А вот это как раз для всего человечества. И точно так же, поэтому, как Танах является универсальной книгой для всего человечества, так и Кабала является универсальным учением для всего человечества. Поэтому, может быть, неудивительно, что народы мира с таким интересом изучают Кабалу, совсем при этом не собираясь изучать, например, Талмуд, где Мишну или Талмуд, где сформулирована устная Тара. Вот. Но таким образом характер всех этих трех частей иудаизма, он распределен на все эти три части. То есть письменная Тара и Кабала, они универсальны, а устная Тара – партикулярны, скажем, только для еврейского народа. При этом письменная Тара и устная Тара открытые, а мистика – это часть скрытая. И при этом, с третьей стороны, и мистическая часть, и устная Тара – это вещи постоянно развивающиеся и динамические, а письменная Тара – это текст фиксированный и не подлежащий никакому изменению. То есть все эти три части, они как бы располагаются уравновешенно, если так можно выразиться, в еврейском духовном пространстве. И в этом смысле, в этот аспект универсальности устной Тары, универсальности Кабалы, это же я это уже сказать, универсальности Кабалы, она очень соответствует Диуле. Какая связь между Диулой и универсальностью? Связь та, что когда еврейский народ находится в изгнании, то другие народы не могут воспринять от евреев еврейскую весть, еврейское учение. Еврейское учение воспринимается только, когда еврейский народ находится в стране Израиля. А Галут, изгнание нужно для, с одной стороны, для внутренних процессов в еврейском народе, а с другой стороны, для восприятия народа и мира тех частей иудаизма, которые были уже открыты народом мира через различные дочерние религии иудаизма, как христианство или ислам, постепенно некоторые части иудаизма переходят в духовное пространство человечества, и усвоение этих вещей происходит тогда, когда еврейский народ находится в изгнании. Но в изгнании, поэтому, еврейская жизнь, она партикулярна, она обособлена. То есть, казалось бы, может быть, исходно можно было бы думать наоборот, что когда евреи в своей стоянии, они обособлены от человечества, а когда евреи изгнаны и осеяны по всему миру, то они соединены с человечеством. Но ничего подобного, наоборот. Когда евреи в своей стоянии, то тогда связь с человечеством нормальна. А когда осеяны под другим народом, тогда связь ненормальна. И причина в том, что главным здесь является не территориальная, скажем, близость, когда евреи в диаспоре ближе территориально другим народам, И не общий язык, скажем, когда евреи в диаспоре, то они говорят на языке других народов, на языках других народов и могут с ними объясниться. Это все вещи технические, стояние, язык, какие-то понятные культурные коды, это все детали. А сущность совсем иная. Сущность состоит в том, что когда евреи являются самостоятельным народом, то они могут говорить с другими народами на разных. А когда евреи в изгнании и не являются полноценным народом, не имеют своей стоянной, своего национального организма, своего государства, то евреи, будучи в России, не могут говорить на равных с народами мира, которые являются в этом смысле нормальными и имеют свою стоянную, свое государство. А евреи являются лишь как бы беженцами в их странах. И поэтому нормального диалога не получается. Потому что главный диалог ведется не между индивидуумами, то есть евреем и неевреем, а между народами. Между еврейским народом и народами мира. И вот этот диалог евреев с народами мира, он возможен только тогда, когда евреи находятся в своей стране. И поэтому еврейский народ, когда он живет в своей стране, он гораздо более универсален, чем когда он в диаспоре. И учения, универсальные аспекты учения в своей стране, они как раз гораздо более акцентируются, чем они акцентируются в диаспоре. В диаспоре, наоборот, акцентируются партикулярные вещи, акцентируется то, что может защитить еврейский народ, отделить его от других народов. Потому что если мы осеянны международными мирами, то мы должны отгородиться и сохраниться. И поэтому в диаспоре важнейшей вещью является устная тара, которая партикулярная, которая защищает евреев от растворения среди других народов. И поэтому иудаизм диаспоры – такое важнейшее ударение и акцент ставит на изучение Талмуда именно. Мишна, Талмуд, Галаха, кодексы – это все устная тара. И она является как бы центральной, настолько центральной, что вообще некоторые начинают казаться, что вообще сущность иудаизма – это и есть изучение Талмуда и кодексов, и Галахи, и это и есть весь иудаизм. Это, конечно, совершенно неверно. Это просто следствие того, что в диаспоре акцентируется партикулярная, а не универсальная сторона иудаизма. А когда происходит геула, то есть возвращение в свою страну и снова обретение полноценной национальной жизни, то именно универсальный аспект становится главнейшим. И тогда евреи начинают смотреть на себя не с точки зрения, как нам защититься от других народов и как бы нам не остроиться в их культуре, а совершенно с другой точки зрения, как нам повлиять на народы мира, как нам проявить свою универсальность. Потому что партикулярности здесь достаточно. И так уже у нас есть вся нормальная еврейская жизнь, живем в Иосифовской Ане, и быт, в смысле общенациональный быт, у нас не индивидуальный, а национальный быт. Он как-то налажен. Как раз в диаспоре гораздо лучше может быть налажен индивидуальный быт, а общенациональный быт не налажен совсем. А в Израиле тоже, в общем, индивидуальный быт – это важная вещь, и тоже, в общем, с этим не так плохо, или даже сказать хорошо. Но общенациональный быт несравненно на несравненно более высоком уровне, чем вообще можно себе представить в диаспоре. Из-за того, что общенациональный быт, с ним все окей, из-за этого говорится, а что же мы дальше делаем, как мы влияем на мир, где наше универсальное влияние на человечество. То есть, чем больше развивается жизнь в своей стране, тем больше ощущается, что это недостаточно только заниматься своей страной, что нужно быть универсальным, нужно обратиться к человечеству. И тогда актуализируются обязательно универсальные аспекты иудаизма, а не партикулярные аспекты иудаизма. И именно в этом смысле не только Танах в диаспоре почти не изучали Танах и Ишиваха, в стране Израиля, наоборот, Танах – это основа всего изучения, но и Кабала. Потому что, нам сказали, у нас есть два универсальных аспекта в еврейском учении – письменная тара, то есть изучение Танаха, и мистическая часть, то есть Кабала. И поэтому параллельно с возвращением евреев в свою страну и параллельно с обновлением еврейской жизни все больше требуется универсализма. И этот универсализм неизбежно вызывает в жизни оживление Кабалы. И это процессы, я не хотел бы сказать, что это процессы технически учебные, то есть евреи поселились в своей стране и стали Кабалу честь, чтобы преподавать. Не в этом аспект, а в том, что это параллельно жизнь всего мира. То есть, когда параллельно с тем, что евреи возвращаются, в мире усиливается универсалистский аспект иудаизма и поэтому изучение Кабалы. И поэтому не только евреям интересно Кабалу и преподают ее больше Кабалу, а по всему миру стало интересно Кабала. И поэтому процесс интереса человечества к Кабале, он параллелен возвращению еврейского народа в свою страну. И именно в этом смысле Кабала является мессианской частью иудаизма, учением мессии. И когда мы говорили, что есть прошлое, а настоящее и будущее, что прошлое – это писанная тара, настоящее – это устная тара, а будущее – это мистическая тара Кабала, то это происходит именно потому, что сам процесс возвращения в свою страну, то есть направленности на будущее, направленности на мессианский процесс, он вызывает универсалистские тенденции и во всем мире растет интерес к Кабале. И поэтому Кабала, первый как бы такой сильнейший импульс Кабалы, не начало Кабалы, не начало изучения Кабалы, а именно импульс распространения Кабалы, он произошел параллельно началу возвращения еврейского народа в свою страну, и дата эта – это XVI век, это Аризаль, это цфадская школа, это то, что называется лурианская Кабала, которая и еврейское все понимание митики переделала, и на весь мир повлияло в смысле мощнейшего импульса к восприятию этой еврейской митики. Так вот, XVI век не случайно здесь связано с тем, что разрушение самой большой еврейской диаспоры, то есть испанской, а именно издания евреев из Испании в 1492 году, в конце XV века, было ощущение, а параллельно с этим турки в 1517 году захватили страну Израиля, отвоевали у мамлюков, у Египта, и турки разрешили евреям возвращаться. И именно поэтому стали еврейские центры в Испании, именно поэтому школа Кабалы обосновалась в Цфате, а не в других местах, до этого в еврейских центрах таких не было совершенно в стране Израиля, начиная там с Талана Смишна или там с Иерусалимского Талмуда, целую тысячу лет не было еврейских центров таких, вот такой мощности, как цфадская школа. Были там некоторые группы в Галилее до X века примерно, но, скажем, от X века и до XVI практически такой сильной школы почти полтысячелетия в пиане Израиля не было, и она началась опять в XVI веке. И поэтому Аризали осматривал свое время, то есть с середины XVI века, как начало процесса Диулы. Поскольку диаспора разрушена, испанская в то время диаспора, как бы центры учености, при этом возникла возможность приезжать в страну Израиля, и при этом усиливается вейская страна Израиля, и вот цфадский центр, и там составлен Шулхан Арух, и там развитие Кабалы. И Аризали осматривал это как начало процесса мессианского возвращения, и считал, что Кабала именно и поможет. Чем более будет учить Кабалу и понимать Кабалу, тем больше это поможет мессианскому процессу. В частности, именно поэтому он установил праздник Кладбаломер, который праздник Кабалы. И, кстати, надо сказать, конечно, что у нас праздник Кладбаломер будет завтра, и надо было мне, наверное, сказать это в начале урока, что я именно потому и выбрал эту тему, учение, мистическое учение в мудаизме, что у нас завтра вечером наступает праздник Кладбаломер, праздник Кабалы. И этот праздник, конечно, был установлен на Ризалем. До Итхакалурии, до Аризалия, середины XVI века этого праздника не существовало. Да, и именно вот с этим мессианским аспектом мистического учения связано религиозный сионизм. То есть Рав Кук, который заложил основы современного всего философии религиозного сионизма, он как раз и считал, что изложение Кабалы в новом виде, а вся работа Рава Кука – это именно изложение Кабалы в новом виде, что она нужна потому, что идет процесс деулы. Рав Кук воспринимал сионистское движение как деулу, как процесс деулы. И для того, чтобы помочь этому движению, продвинуть его, необходимо переложить Кабалу на новый язык, который будет адекватен этого времени. И в этом смысле Аризаль тоже переложил Кабалу на новый язык 500 лет назад, поскольку Иисус в его эпоху начинается мессианский процесс, и изложил на том языке, который подходил для XVI века и для дальнейшей вещей. Это переход от Средневековья к новому времени. До этого Кабала излагалась на языке, подходящем для культуры Средневековья. А Аризаль переизложил Кабалу на языке, подходящем для нового времени. И именно поэтому Кабала Аризаль именно распространилась широко, а не другие направления Кабалы, которые тоже были в то время. И в испанской Кабале были другие направления, но ничто не распространилось так сильно, как и широко, как Кабала Аризаль. Именно потому, что она отвечала подходу человека нового времени. Она была динамической, а не статической. Но точно так же Рав Кук переизложил Кабалу на новом языке, который подходил для эпохи сионизма. Вот для эпохи уже массового возвращения в страну Израиля, эпохи постояня государства. И вот этот переход к Кабалы для восприятия всем народом, всем социумом, вот это, как раз, переход сделал Рав Кук. И это его великая революция, даже если можно сказать о Кабале. Также была революция Аризаля, революция Беста и также эволюция Рава Кука, которая дала все новый подход к Кабале. И я думаю, что на этом наше время истекло. И как именно это произошло, в чем именно это выразилось, это, я думаю, тема будет в следующей лекции. Есть вопросы? Да. Минахин, вы хотите озвучить свой вопрос? Да, и давно. Скажите, пожалуйста, уважаемый... Я не видел вас вопрос. Да-да-да, я с вами. Да-да, ничего страшного. Скажите, пожалуйста, универсализм мистической части учения, как вы считаете, нельзя ли уподобить универсализму математики? Я сейчас хочу, так сказать, вот на ваше поле мячик перебросить. Вы математики, я математик, будет проще вариться. Что я имею в виду? Когда мы говорим «два дерева», то мы говорим конкретно о двух деревьях. Когда мы говорим «два государства», мы говорим конкретно о двух государствах. Когда я говорю «просто два», я беру все то общее, что есть во всех объектах этого мира, и, может быть, не только этого, характеризующиеся количеством «два». Вот эта общность математики, которая сама по себе не имеет семантики никакой, но может быть применена для конкретных каких-то задач, и общность мистической части учения. Не являются ли они, по сути, близкими? Спасибо. Спасибо. Честно говоря, я бы не стал в такую линию вести. Можно сказать другое. Есть красные шарики, есть красная рубашка, есть красная автомашиба. Когда мы говорим «красный», мы отвлекаемся от детализирования, что красное. Поэтому, в том смысле, мы говорим «два» мы отделяемся от того, чего «два», а когда мы говорим «красный», мы отделяемся от того, что именно красное. И когда мы говорим «горячее», то мы отделяемся от того, что какой именно предмет был горячим. Поэтому такое абстрактирование от конкретики есть совершенно в любой терминологии, не только в математической. Поэтому, честно говоря, я бы сюда лезть не стал бы все-таки. Можно поднимать еще вопрос? Да, угодится такая универсальность, да. Я понимаю, да. Согласитесь, что в отличие от ваших примеров, которые представляют собой просто универсальные языки для описания, да, значит, вот красный, горячий, любимый и так далее, с помощью этих всех абстрактных терминов человечество научилось описывать различные явления. А математика, помимо того, что она описывает в абстрактных терминах общие для разных сущностей, так сказать, объекты, она еще научилась синтезировать новые знания. Так вот, мистическая часть, она синтезирует новые знания, не просто описывает нечто общие. Это вопрос такой сложный. А искусство синтезирует новые знания? Искусство тоже производит новые знания, правда? Оно совершенно не математическое. Потом, видите, математика хорошо подходит, если мы говорим о языке математики, то он прекрасно подходит для описания естественных наук. Но только вы переходите к гуманитарным областям или к психологическим областям, или к всему тому, что мы бы назвали именно человеческим, а не природно-естественным, тут математика совершенно буксует. И, скажем, историю искусства совершенно математика не может описать. А вместо этого такие понятия, как теплое и яркое, или что-нибудь еще, как раз, может быть, лучше описывают. Поэтому это вопрос очень сложный. Какой язык для чего подходит? Поэтому я бы, при том, что я, конечно, математику очень люблю, уважаю, считаю важнейшей вещью, не стал бы так уж абсолютизировать. Вы знаете, речь идет не об абсолютизации математики, а, что мне показалось интересно, возможность, так сказать, ее в качестве троих тонн. То, что касается возможностей математики, ну, это во многом зависит не от самой математики, а от математиков. Вот если, например, взять книгу СССР и СРА, первый пасук, где говорится о том, что Всевышний создал Вселенную с помощью трех книг, я не буду вдаваться глубоко в это дело. Для меня, например, совершенно, так сказать, ясным стала аналогия с вероинственным пространством Колмогорова. Вот эти три книги, это как раз три компонента вероинственного пространства в чистом виде. И для меня, например, описать эту гуманитарную область не заставляет труда. Ну, знаете, будет ли она адекватно, это описание, поможет ли оно по ее постижению этой области, или, наоборот, просто может быть, ясный математик, то вам, естественно, математический способ описания, а кому-то, кто не математик, может быть, ему, естественно, другой способ описания. В общем, это интересная идея, но я бы не стал ее так уж абсолютизировать. Или вообще, как бы, я бы не стал, кстати, связывать математику и Кабалу. Ну, например, скажем, в Кабале есть такая особенность всех понятий, что они переопределяются по ходу дела. В математике это совсем все-таки не так. Хотя тоже, конечно, есть некое переопределение по ходу дела, это верно, но не настолько, понимаете. Все-таки мы, я понимаю, что бурбатизм, так сказать, все-таки тоже здесь не очень правильно, но, тем не менее, какая-то математика всегда пытается представить в жесткообъективной ситуации свой объект, а Кабала это никогда не делает. Она, скорее, ориентируется на интуицию человека, что он понимает сам. В общем, большой вопрос. Спасибо, но мне кажется, в общем, я бы поостерегся так уж прямо их фирмировать. Ладно? Спасибо. Хорошо. Тогда, мне кажется, на сегодня мы тогда закончили, и можно, дозальное мы перенесем на следующий урок.